Собчак 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 Что это за странная выкопанная история с турецкой тюрьмой, в которой вы сидели там или не сидели? Ну, это попытка найти что-нибудь. Здесь в стране ничего нет, решили покопаться за границей. Лет 20 назад я был за границей на стажировке, еще студентом. Ну и в Шереметьево, уезжая в страну, 3 рубля оставалось, купил значки. Ну, это обычная ситуация, взять с собой значки, как сувенир. И когда стажировка закончилась, там, в этом небольшом турецком городе, знакомым, так сказать, ребятам... Это вообще была Турция, да? Турция, да. В этом курортном турецком городе. Собирался уезжать уже обратно и подарил на память значки. Среди значков был значок Пушкина, с бородой, так сказать, Пушкин. Бакенбардами. Бакенбардами. Ну, я начальник местной тайной полиции уже 30 лет, служил ни одного случая, ни одного политического происшествия. И вот тут вариант вроде бы, русский, знает турецкий язык, подарил значок. Население немножко, так сказать, ну, интересуется, что это за русский. И решил это подвести, как вот пропаганда режима противоположного Турции. То есть, я из России, и в Турецком уголовном кодексе запрещено, запрещается пропагандировать режим, который противоположен тому, что есть в Турции. То есть, это у них считается, как коммунистическая пропаганда или восхваление режима противоположного в этой стране. За это наказание. Ну, а как подвести... Они к Пушкину конкретно придрались или перепутали его с кем-то? Нет, они, посмотрели на эти значки, решили, что это Карл Макс. Карл Макс. А раз Карл Макс, значит, это коммунизм, значит, это, кстати, те самые идеи, которые им для них неприемлемы. Тогда они попытались это подать как идею, как будто бы я пропагандирую идеи коммунизма в Турции. В общем-то, так сказать, человек ниоткуда, человек, пришедший во всю эту политическую заваруху, где уже четко устоявшиеся номенклатурные единицы, и их тасуют одного за другим, другого за третьим. Вы человек ниоткуда. Вы вдруг врываетесь в эту президентскую борьбу. И более того, ухитряетесь в стране, при том, что у вас нет почти никакой ни рекламы, ни... на вас не работают средства массовой информации, ухитряетесь набрать какие-то проценты. Каким образом? Что за сила в вас или за вами? Ну, во-первых, я откровенно говорю обо всем, что я думаю. Прямо говорю, честно и чисто. Про экономику я говорю, нет денег, вас будут снова обманывать. Все кандидаты будут лгать и говорить, что сделаем, повысим, обеспечим, это будет ложь. Я говорю, была продавательственная программа в 90-м году, выполнили? Нет. Карточки ввели, талоны, купоны. Страна в голоде. Обещают жилье к 2000 году. Не будет у вас жилья к 2000 году. Никто вы ничего не получите, если ситуация резко в стране не изменится, но для этого нужен новый президент. Я говорю, неправильно решается национальный вопрос. Преступно решается. И даже не столько виноват Ельцин, эта ошибка идет еще от Ленина. 22-й год. Тогда не нужно было искусственно создавать СССР. Тогда. Отсюда идет эта ошибка. И дружба народов невозможна вообще. Дружить нужно с семьями. А между нациями и народами должны быть здоровые экономические отношения. Я говорю то, что есть в мире. Я не выдумываю опять. Я не говорю об эксперименте. Я говорю, давайте вернемся к тому, что есть во всем мире. Уже опробированная практика. Вот решение национального вопроса должно быть кардинально другим. Нужно отказаться, постепенно, я понимаю, не сразу, отказаться от национально-территориального деления в стране. Вернуться к губернскому принципу. 90-100 губерний на всю страну. Но в рамках границы СССР. И вернуть старое название. Россия, это и есть СССР. От Балтики до Тихого океана. От Кишинева до Камчатки. Я думаю, что вам, в общем, в ходе вашей борьбы предвыборной не было времени знакомиться с выпусками секунд. Я тут, как всегда, набит какими-то государственными документами, важностями. Вы это видели? Это проекты переселения русских из Литвы. Ну вот в любой стране мира такой документ, в Германии, во Франции, был бы квалифицирован как государственное преступление. Особо опасное. И уже бы генеральный прокурор возбудил бы дело. Это невозможно. О каком переселении? О каких границах может быть речь, когда существует Конституция 77-го года, в которой четко определены внешние государственные границы СССР? Только СССР является суверенным государством. А здесь, пожалуйста, речь идет о том, что переселяют уже народы. Сталин переселял ночью на поездах. И мы сегодня говорим, это преступление. И мы реабилитировали те народы. Но одновременно, уже сейчас происходит переселение. Но сегодняшние правители, они выбрали хороший вариант. Только русских переселяют. Только русских. Русские, которые исправили топливом для революции, топливом для войны, чтобы выиграть ее. Теперь русские топлива для перестройки. Но она захлебнулась. Теперь русские топлива в противостоянии Центра России. Это искусственная, навязанная такой формуле. Это игра. Новый политический спектакль. Но будет с трагическим концом. И вот там, пожалуйста, уже идут документы Совета Министров РСФСР. Кто дал право этому аппарату исполнительному заниматься переселением русского народа? Вот это преступление. И за это надо будет отвечать. Может быть, вы тогда и скажете свое отношение к этой нашумевшей, по-разному нашумевшей, истории с таможнями в Прибалтике? Это вообще абсурд. В любой стране мира люди бы смеялись, как на территории существующего государства, внутри него вдруг появляются таможенные посты. Это фильм снимался, видимо. Только так можно квалифицировать. Поэтому раз там были таможни, это было грубейшее нарушение существующего, действующего в стране внутреннего законодательства и таможенного кодекса СССР. Это невозможно. Поэтому наличие таможен, это же атрибутика уже другого государства. Но для этого оно должно быть объявлено, оно должно быть признанно. В первую очередь меняются государственные границы. Пока, я думаю, навсегда у нас будут те государственные границы, которые существуют на сегодняшний день. Внешние государственные границы, это 22 миллиона квадратных километров, это 300 миллионов населения. И там, где стояли советские пограничные столбы, они будут стоять. И никто их не посмеет перенести. Поэтому внутри Союза, если где-то ставятся таможенные службы, таможенные будки, или вводится таможенная служба, это просто комедия. Я уже сказал, что продолжается политическая комедия, которая закончится трагически. Поэтому снос этих будок и принятие мер, это была обязанность министра внутренних дел СССР и председателя комитета государственной безопасности. Поэтому удивляет, меня уже давно удивляет, что это единственная страна в мире, где существует столько, создано в последнее время столько политических организаций, прямо поставивших своей целью уничтожить данное государство. И не только никто их, так сказать, не разгоняет, не расформировывает, не запрещает. Наоборот, им создается режим наибольшего благоприятствования, и вся пресса, пресса и все средства массовой информации подают, как будто бы это, так сказать, действительно так и должно быть. И попытки этому помешать подаются наоборот, как контрреволюция, как военный переворот, хотя это нормальные ответные меры. Не должно быть никаких таможенных. Это абсурд, это смешно. Как вы считаете, что вас раздражает больше всего ваших оппонентов? Больше всего это следование закону. Я юрист. Только закон. Вот и мне нравится Конституция 1977 года, давайте изменим. Мне тоже не нравится. Вместо СССР напишем Россия, оставим те же границы, оставим одного президента России, новой в границах СССР, одно центральное правительство, один парламент и одно законодательство на всю страну. Пожалуйста, я готов. Мы с удовольствием бы изменили, но пока действует старая Конституция. Старая. Ее нужно защищать так же, как если бы мы защищали Конституцию, дарованную царем в 1917 году, или защищали бы те законодательные акты, которые были приняты временным правительством Керенского. Так и сегодня. Очень многим не нравится политический режим в стране, я согласен. Но законодательство нужно уважать, иначе страна погрязнет в анархии, и она практически гибнет сегодня. Именно из-за этого мы не уважаем закон. Откуда у вас такой напор, такая энергия, такая эмоциональность? Ну, в общем-то, я с самого раннего детства был критически настроен к данному государству, потому что я даже родился сам. Не успела приехать в скорая помощь, не успела прибежать акушерка-пенсионерка-старушка. И я сам вышел, так сказать, появился в этом мире. Дядя, мы жили в коммунальной квартире, он кухонным ножом перерезал мне куповину. И опоздавшая скорая помощь уже увезла нас двоих. И потом с детского сада, в школе, на работе я везде видел, как мы губим наше государство, как неправильно воспитываем молодое поколение, как неправильно организовываем труд, экономику. Все у нас было неправильно. Это была извращенная модель государства, извращенная. Но нельзя его отрицать, мы в этом государстве родились. А сегодня, отрицая те вот политические извращения и экономические, которые есть, многие, особенно демократы, отрицают вообще государство, историю, отечество, Россию, все отрицают. Это вот продукт, так сказать, того порочного, что было заложено много-много-много лет назад. Но демократы, это просто, насколько я понимаю, может быть, вы со мной не согласитесь, это такие последующие, как правило, коммунистов, естественно, причем высокопоставленных коммунистов. И я представляю себе, как тяжело эти нынешние демократы в свое время оплакивали крах своей партийной карьеры. Все правильно, в этом вся беда, что сегодня, выйдя из КПСС, понимая, что эта партия теряет свои позиции, она в кризисе, как в кризисе все наше общество, они оголтело, резко перешли на другую позицию, антикоммунизма. И теперь пытаются разрушить и уничтожить государство с позиции антикоммунизма. Вот этот двойной удар мы понимаем сегодня, а мы, население, мы должны быть участниками этого спектакля. Перед нами снова спектакль. Снова уже красные не прошли, теперь будут белые. Теперь белые будут добивать красных. Мы должны помочь им, так сказать, демонтировать тот самый режим, который мы с вами не создавали. Это беда, и опять под таким лозунгом. Как коммунисты-большевики пришли под лозунгом, вроде бы, так сказать, за народ, для народа, земля, фабрики, мир, ничего не получилось. Сегодня демократы опять за народ. У них есть один кумир, снова тот же вождь, снова та же тактика большевиков. Посмотрите выборы. Вчера рано, они понимали, не получится. Осенью поздно. 12 июня, вот тот день, когда они должны взять власть. Вы же с таким напором и энергией. Почему вы не попытались перенести день выборов, понимая, что вам, в общем-то, не оставили вообще времени, ведь за 20 дней не делается политическая фигура нигде, ни при каких условиях. Даже если бы вы, не знаю, на Марс бы успели слетать. Минимальный срок 6 месяцев в любой самой варварской стране. А мы 20 дней. Почему? Потому что они уже в октябре 2017 года устроили 10 дней, которые потрясти мир. У них тяга потрясти мир. Теперь 20 дней должны потрясти мир и избрать еще одного президента, того же самого, который пришел к власти в октябре 2017. Я считаю, что Ельцин это продолжение Ленина. Тот же вариант опять. Тот же популизм. Как в Петрограде на финляндском вокзале они кричали истошно. Ленин, Ленин, Ленин. Теперь в Москве на Манежной площади также они орут. Ельцин, Ельцин, Ельцин. Та же неправильная национальная политика. Тот же удар по государству. И то же самое разрушить все, что можно. Лишь бы ворваться в Кремль. Только единственная цель приход к власти. Я обращался прямо к Борису Николаевичу на четвертом съезде. Вот последний съезд, вернее, российских депутатов. Говорю, Борис Николаевич, давайте перенесем срок выборов. Я имею право это просить и от имени других кандидатов. Тулеев, Макашов. На строе из шести. Половина претендентов говорят, давайте перенесем выборы. Это нормальная ситуация. Он мне, так сказать, я увидел его отсеченную руку впервые, так сказать, у него нет пальцев. Это был разрыв гранаты у него в детстве. Но это волей-неволей я впервые с этим человеком столкнулся. Он мне твердо говорит, нет, я не буду нарушать закон. Закон не определяет дату выборов. Он даже этого не понимает. Закон определил вообще, что надо избрать президента. А дата это процедура. Это можно объявить выборы 12 июня, может 12 ноября. Он отказался, потому что он боится. Это большевистская формула. Вот 12 июня это срок, когда еще может быть он сможет победить. Но уже через месяц, в июле, в августе, в сентябре, все, он не сможет. Мы за год, ну так, правления, полуправления, четверть правления Анатолия Александровича Сапчака от веры в него пришли, в общем, к совершенно обратным и противоположным чувствам. Ваше мнение о нем, как о политике? Это ослабленный портрет Горбачева. Это тоже желание что-то сделать, но никакого позитива в реальных действиях и поступках. И потом его позиция по тбилийским событиям, ну и в целом по Ленинграду, и вот в рамках этой межрегиональной депутатской группы. В общем-то это, ну, очередной обман, я считаю. Очередной обман, и опять игра вот на то, что вроде бы... Опять выход из партии, посмотрите, как они легко делают. Как они быстро бросают эту партию. Она все им дала. Ведь я сторонник того, чтобы человек может поменять свои взгляды. Но уходя из этой партии, из правящей партии, вы должны отдать все, что вы получили. Мандат депутата, пост, который вы занимали, звание героя вы получили. Все, что вы получили от этой партии, а ведь это была партия не просто политической организации. Это была часть государственного механизма. Нужно начинать с нуля. Давайте вместе начнем. Как я. У меня нет ни званий, ни регалий. Давайте вместе начнем с нуля, как беспартийные, как члены других партий. Они же этого не делают. Они избавляются от лишнего. Сегодня для них лишний билет члена КПСС. Все остальное они сохраняют и с удвоенной энергией начинают приобретать снова. Все больше и больше. И вот вы говорите, в чем мой успех? Я говорю, то, о чем думает огромное количество населения в нашей стране. Нельзя проводить такую внешнюю политику. Отовсюду выгодили нас, армию, наших дипломатов. Престиж упал страшно. Десятки стран нам должны деньги. Никто не возвращает. Никто ни одной копейки. И мы все больше и больше в долгах. И сегодня наше руководство просит милостыню. Сперва нам направляют посылки с гнилой тушенкой. Из ФРГ, например. То, что там отбросы, то, что там должны были выбросить, отправили в Россию. И продают здесь по 5 рублей. То, что бесплатно получили от Германии. Как помощь бедным. Значит, даже здесь мы пытаемся нажиться. Вот если всю постановить эту иностранную помощь, это, конечно, унижение. Унижение всего нашего народа. И сегодня продолжается унижение, когда мы просимся там наверху попасть в семерку, чтобы разрешили руководителю российскому... Где он там в сенях будет сидеть? Это же бред какой-то вообще. Пытаемся получить право руководителю этого мощнейшего государства сесть на скамеечку в том зале, где они будут решать какие-то вопросы. Зал-то не пускают. Не пустят? Не пустят. Прием. В сенях. Разрешат, чтобы приехал. Приехал и посидел среди журналистов, там не знаю, среди аппарата какого-то, так сказать, обслуживающего. Бред же. Это спас... А у них нет ничего больше. Обмануть снова нас. Снова будет. Может быть, Запад поможет. Западу нужна разваливающаяся гибнущая Россия. В 2008-м создал бы Лигу защиты русских. Сегодня все больше именно патриотическая тема должна играть роль свою. Поэтому это, опять же, вопрос времени. И лучший вариант, конечно, сегодня для создания мощнейшей всесоюзной Лиги защиты русских. Это была бы та партия, а скорее всего то движение, которое бы сплотило бы сегодня миллионы. Миллионы. И тогда действительно в стране появилась бы действительно политическая сила. Они сегодня кричат, а что эти партии? Вот КПСС 16 миллионов. Мы 30-40 миллионов можем позвать под свои знамена. И русские этого хотят. И в Молдавии, и в Прибалтике, и в Средней Азии, и по всей России. Людей нужно объединить каким-то словом одним. Слово одно – Россия. Вот эти шесть букв – это слово «Россия», которое я очень люблю. И эти шесть букв должны быть написаны самым ярким цветом на политической карте нашей страны. От Балтики до Тихого океана. И чтобы все знали, что такое Россия. Россия – это наша страна сегодня. Это все. Наша. И мы все наши должны быть. Наши. Я не хочу обижать малые народы, но именно сплотив 155 миллионов русских, мы защитим и тех, кто живут среди нас. Пожалуйста. Речь не идет о том, чтобы только поднять русских. Но сегодня русские – это самая плеванная, оскорбленная, униженная нация и стоит на коленях. Вот потому что русские стоят на коленях, поэтому их правитель стоит с протянутой рукой там на Западе. Это одинаково, это то же самое. Он показывает, что мы стоим на коленях. Это последние выборы в этой стране. 12 июня. Потому что больше ни народ, ни армия не можем больше терпеть. Уже дальше нельзя разрушать государство. Оно гибнет на наших глазах. И они его уничтожают, пользуясь якобы поддержкой народа. Народ никто не хочет дать поддержку тем, кто сегодня завел нас в тупик. Это все одна команда. Понимаете? Слово «разрушение государства» сейчас совершенно не воспринимает и не действует ни на кого. Никто не понимает, что разрушение государства подразумевает конкретно отсутствие пеленок. У него невозможность прописки, для него плохие дороги, у него. Вот они не отождествляют понятие разрушения государства со своими личными бедами. Как вы сможете внушить и объяснить людям, что разрушение государством – это конкретно нищета его, беда его, трагедия его, несчастье его? Сможете вы это объяснить и дать понять? Конечно. Они должны понять, что здравоохранение плохое, они умирают в больницах. Не хватает продуктов питания. Идет ложь. Идет коррупция. Идет, так сказать, развал всех институтов власти. Нет никакой помощи ни от кого. Это есть элементы государства. Только в сильном государстве возможна настоящая демократия и свобода. Но у нас же все наоборот говорили. Нужно отрицать государство. Ведь в чем беда марксизма? Отрицание государства. И сегодня эти новые лжедемократы подхватили. Не надо никакого государства. Всем суверенитет. Всем народам свободу. Опять ленинский или марксистский принцип – право нации на самоопределение. Что изменится, к примеру, если президентом станете? Значит, это речь пойдет о том, что я не допущу никакого нарушения территориальной целостности. Ни один метр советской территории не перейдет под юрисдикцию чужого флага. Я обеспечу социальную защиту населения, потому что я прямо говорю, что два источника получения денег. Денег действительно в казне нет. Но другое решение во внутренней политике, другое решение национального вопроса и другая внешняя политика даст источник денег. Вот эти деньги будут брошены на то, чтобы помочь нашим гражданам все-таки освоить новые элементы более здоровой экономики. И нужно снять все ограничения с экономической деятельности. Чтобы люди могли действительно заняться теми вопросами, тем бизнесом, в лучшем смысле этого слова, чтобы действительно оживить эту экономику. А самое главное – мы должны перейти к другому территориальному делению. Пока будет национальное образование, это будет затяжная гражданская война. И естественно, все указы президента должны немедленно выполняться. Поэтому все должностные лица, которые нарушают указ президента, начиная от его зама и кончая последним председателем самого дальнего сельсовета, должны немедленно привлекаться к административной, а при необходимости и к уголовной ответственности. Что будет с нашими в Прибалтике? Они будут под надежной защитой президента России. И наши никто, ни один человек, не только я верну всех русских туда, где они жили. Верну обязательно. Если в какой-то республике, это временно будет республика называться, в перспективе это все будет губернии, будут хоть как-то нарушены права русского населения или русскоязычного, будут немедленно приняты самые эффективные ответные меры. Да вообще, сам факт избрания другого президента, не из той команды, которая обанкротилась и ничего делать не может, уже психологически подействовать на все наши национальные окраины. Нужен другой русский голос из Кремля. Другая русская политическая терминология. Это уже отрезвит многих. А если, так сказать, новый президент, как верховный главнокомандующий, как руководитель всех правоохранительных органов страны, как опирающийся на новое законодательство, единое и уголовное, и гражданское, будет в соответствии с законом эффективно руководить страной, я уверен, что политическая стабилизация наступит буквально в течение месяца. До конца года страна успокоится. И мы сможем смело заявить, что по состоянию на 1 января 90-го года гражданская война в СССР закончилась. И начнется экономическая стабилизация. И все русские, где бы они ни проживали, все, начиная от Кишинева и до Чукотки, будут находиться под надежной охраной президента России. Они перестанут себя чувствовать людьми второго сорта. Все. Продолжение следует...